Блин, давай за-за-за... Так, догоните. Ой, как обидно-то. Догоните Дмитрия. Слышь, а я не на тот катер сел, это важно, что ли? Блин, да какая разница в какой катер сесть? Ты чё, дебил, что ли? Они оба по воде, блин, плавают. Мудак, тупой. Заходи под вертолёт и запрыгивай. Я стараюсь. Куда? Ты куда? Малыш Джейкоб, ты куда? Малыш Джейкоб, ты куда? Куда ты, малыш? Малыш Джейкоб, куда ты улетел, еблан? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в GTA 4. Я, кстати, думаю, что, скорее всего, это уже финальная серия. Скорее всего, сегодня уже закончим. И я подхожу сейчас к мужичку. Дополнительное задание. Это ж тот самый крендель, который в самом-самом начале игры был. Эй, чувак, помнишь меня? А то как же. Американская наркомечта, блин. Я завязал мужик. Лихое было время. Да, ты хорошо выглядишь. Я чувствую себя отлично, здорово. Я пал так низко, как только мог. Вспомнить страшно, как минетил ради 10 баксов, чтобы очередную дозу купить. Блин, зачем мне эти подробности, чувак? А ведь я получил образование в Лиге Плюща. Да, господи, какой кошмар. Но теперь все кончено. Я помолвлен. Эй, поздравляю. Эй, ну я твой должник, чувак. То есть, я был гандоном, но все исправлю. Я был сраным крикуном. И прошу за это прощения. Эй, извинения приняты. Не переживай за этого. Слушай, я должен расплатиться с одним из моих дилеров, сделать все как надо. Ты поедешь со мной? Терпеть не могу просить, но я боюсь, что искушение вновь может подобраться. Пожалуйста. Ну, разумеется. Превосходно. Пусть только подберется, я тебе посраки настучу сразу, как следует. Так, найдите транспортное средство. Это они, подождешь меня, ладно? Я еще уверен, что он у своих близких воровал этот пидор в кепке. По-любому, на наркотики. И еще и этим задолжал. Ты тупова для банкира. О процентах забыл, сука. Верьте в большую силу, верьте в покупки в рассрочку. Ой. Как-то не очень, да? Убейте дилеров и защитите Брайан. Ну, это вроде бы не сложно, да? Просто берешь такой, выходишь. Выходишь, да? Да, возьми ты, господи. Не понял. Это как сейчас произошло? А че это он меня с одного удара-то вынес? У меня ж, блин, у меня ж полный... Что это сейчас было, блин? Я хотел немножко помахаться битой для прикола. То есть надо было брать сразу автомат и расстреливать, да? Я так понимаю. Белик, я нашел твоего человека. Он прилетел. Мы оставляем его тебе в аэропорту в грузовом зале. И все, больше никаких поручений, я выхожу из игры? Да, ты хорошо потрудился, мы благодарны. Впрочем, я тебя прикрывал, будь здоров. Теперь ты вольная птица. Прощай. Так, ну что ж, хорошо. Значит, мы сейчас будем пытаться повторить то, чем у меня закончилась прошлая серия. Адекватно с Романом доехать до места назначения. Я думаю, те, кто видели прошлую серию, помнят, что... Вышло у меня это не очень круто. Вначале на оружие едем. Так. Роман, Дарка Бревича привезли в страну для меня. Еще чуть-чуть и все будет завершено. Я собираюсь положить этому конец. Нига, ты не справишься. Я поеду с тобой. Забери меня с Firefly Island. Ладно, жди меня. Опять, что ли, на полицию нарвался? Я опять на полицию нарвался в этот раз. Блин, да что ж я никак Романа-то не могу адекватно подобрать. Где он там? Роман, ты где? Радар говорит, что ты где-то здесь. О, брат, вот и ты. Вот и я, да. Сядь в машину, пожалуйста. Вот, молодец. Все, давай. Они везут его в грузовой аксек аэропорта Фрэнсиса. После стольких лет ожиданий опаздывать не хочу. Поезжайте к месту встречи. Ой, сейчас я... Да тут, дай бог, отсюда просто выехать, блин. Что за говно такое? Все, наконец-то. Лучше. Да, Арк Абревич, здесь, Либерти Сити. Ты серьезно потрудился для того, чтобы это совершилось? Каждую минуту с того дня, как убили наших друзей, я пытался выяснить, кто же нас предал. И когда мне это удалось, я бросил все силы на его поиски. Я знаю, Ника. Лишь несколько недель спустя после этой бойни я понял, что нас, скорее всего, сдал один из наших. Тотой из собственной деревни. Мне пришлось вернуться к той яме, в которой были свалены тела. Перебрать гниющие трупы, чтобы понять, кого не хватает. Ника, я знаю. Тот человек, которым я был до этого, не стал бы этого делать. Но полетели друзей, осознание того, что они ушли, в рассвете сил. Это ожесточило меня. Сделало бесчувственно. Я знаю, Ника, но это было так давно. Я не говорю, что Дарка нужно простить. Это не нам решать. Но тот Дарка, которого ты встретишь, может сильно отличаться от человека, предавшего нас. В нем осталось достаточно от того человека, чтобы мои действия были оправданы. Уж будь в этом уверен, братишка. Так, так, сейчас, сейчас, секунду, секунду, секунду. Ой, 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 да и главное вот еще, еще сейчас сдохнуть, блин, в автокатастрофе передает. Представляете, как было бы обидно, да? Столько, столько идти к этой вот мечте о мести и сдохнуть в автокатастрофе. Вообще не круто. Спасибо, что пропустили, ребят. Так, мне вот сюда. Давай. Ну вот мы и на месте. Тут все и завершится. Спасибо за посылку, да. Помнишь меня? Отвали. Я тебя не знаю. Я не знаю тебя. Нет, ты знаешь меня. Я единственный, кто тогда выжил. Ника. Привет. Просто ответь мне, почему. Мы были друзьями. Мы все были друзьями. Мы все вместе росли. Дмитр. Дмитр. Драган. Драган. Гаран. Мио. Всех перечислить. Мы были друзьями, но у меня были и другие друзья. Друзья, которых Гаран вместе со своими парнями убивал. Моих, черт возьми, соседей. И из-за чего? Из-за того дерьма. Ложь. Сплошная ложь. Так выходит, садить нож в спину друзьям, это нормально. Когда все, во что ты верил, оказывается дерьмом, ты иногда совершаешь странные... Да пошел ты! Странные поступки? Сколько заплатили? Штуку. Ты убил моих друзей ради тысячи долларов. Ну а сколько ты обычно берешь за убийство? Ты меня разрушил, и мою жизнь, ты ублюдок. Мне нужны были деньги. У меня были неприятности. Хренов на реку. Ну так убей меня тогда! Ты гребаный лицемер. Поверь. Ты окажешь мне услугу. Ника. Давай пойдем. Ну пусть он страдает, он понимает, что он натворил. Не похоже, чтобы он получал от жизни удовольствие. Пойдем. Выбирайте, убить Дарка или оставить ему жизнь. Тут можно, конечно, поступить... Не знаю, кто как бы поступил. Где я? Что это за место? Но я считаю, что Ника бы его не отпустил. Насколько я понимаю этого человека... Ты говоришь, что я сломал тебе жизнь. Да ты всегда был убийцей. Я просто помог тебе это понять. Я запутался. Я запутался. Я запутался. Что после всего очереди, что он прошел, в нем бы проснулось резко... Ну, посмотрите фильм 7, например, чтобы понять примерно, о чем я говорю. Кусок дерьма. Это тебе за меня. За всех нас. Ладно, Ника, все, все кончено. Ставь его. Нам нужно уйти до того, как кто-нибудь появится. Отвезешь меня к дому Брюси? Отвезите Романа к Брюси домой. Понимаете, красивым каком-то таком ходом действительно было бы, если бы мы его отпустили, простили, развернулись и ушли. Но, как мне кажется, в реальности... Я выключу это дерьмо. Меня уже тошнит от нанайдлевой рекламы и ведущих. В реальности, скорее всего, было бы именно вот так. Если бы вот такую ситуацию представить себе в реальности. Вот ты ощутил свою месть. Как чувства? Не знаю, как раз пытаюсь к ним прислушаться. Ты так давно ждал этого Ника? Что, ничего не чувствуешь? Говорю же, я не знаю. Я чувствую себя опустошенным, ясно? Опустошенным. Ну, хоть что-то, по крайней мере. Да нет, Роман, как раз ничего. Именно от пустоты я и пытался избавиться, когда искал Дарка. Я чувствую себя опустошенным с того самого дня. Я думал, что месть, убийство Дарка хоть немного облегчит мою жизнь. Даст хоть какое-то ощущение реальности. И что, ничего? Нет, ничего. Доволен? Разумеется, я не доволен, но... Возможно, так будет лучше для тебя. Может, теперь, когда ты выяснил, что месть — это не то, что ты искал. Ты сможешь обратить свои взоры к другим целям, более разумным. Возможно. Возможно. Я не знаю. Ну, и реакция, в принципе, тоже такая, как и должна быть. А что? Ну, что это уже даст? Это уже ничего не даст. Друзья твои уже все мертвы. Ты уже стал кем ты стал. Ты сделал то, что ты сделал. И одно убийство этого несчастного Торчка, судя по всему, он наркоман, как мне кажется. Ну, потому что по нему видно. То есть, ну, реально, чувак, или алкоголик, или наркоман, или что-то в этом роде. То есть, убийство вот этого Сморчка, что он глобально-то изменит теперь уже, после всего произошедшего. Ничего. Ёки-палки, давай-ка. О, чёрт возьми! Слушай, чувак, давай выбираемся отсюда, слышишь? Нифига себе. Э-э-э, Роман, Роман, Роман! Роман, сюда иди, дурак! Серьёзно, что ли, блин? В принципе, это даже и неплохо, что мы по новой начинаем. Почему? Потому что мы теперь можем посмотреть, а что будет, если его не убивать и отпустить, правильно? То есть, как бы, ой, как бы вариативность поглядеть, да? Давайте вот посмотрим. Сейчас подходим, подъезжаем, нам снова его, что называется, привозят. Тут всё и завершится. Да-да-да, понятно, понятно. Здесь абсолютно не поменяется кат-сцена. Кат-сцена, это кат-сцена есть. А теперь выбирайте убить Дарка или оставить ему жизнь. Просто убегаем и, собственно, всё. Подождите, Романа. О, а куда он? Отвезёшь меня к дому, Брюси? Мне просто интересно, а куда он побежит? Я выключу это дерьмо. Уже тошнит от надоедливой рекламы и ведущих. Блин, реально, ну... Ты всё сделал правильно, Ника. Не так часто можно абсолютно быть в этом уверенным, но ты всё сделал правильно. Можешь с собой гордиться. Ну, давай теперь откроем шампанское и закатим грёбанную вечеринку, а? Я оставил живых чокнутого предателя-наркомана после того, как 10 лет за ним охотился. Чёрт! Кто-нибудь, дайте мне грёбанную медаль, что ли, или чё? Брат, не стоит говорить таким тоном. Прости, если мой тон тебя задел, Роман. Но я сейчас переживаю очень непростой момент. Мне пришлось задействовать каждую клеточку своего организма, чтобы не убивать Дарка. Не мстить за все те жизни, которые он забрал. А что заставило тебя отпустить его, Ника? Не знаю. Я так давно этого хотел. Он должен был умереть, как и... Все остальные. Кусок дерьма! Это тебе за меня! Ладно, Ника. Всё кончено. Блин, а! Здорово, здорово, чувак. Ой, ты чё, охерел, что ли? Он тут прям на этот случай, что ли, ждал? Твою мать. Не, мне понравился резкий переход, типа. Я только что... Вот ты осуществил свою месть, как ощущения. А, ну понятно, и тогда запускается, типа, тот предыдущий диалог. Окей, окей. Я всё понял. Давайте тогда... Давайте тогда как-нибудь уже выезжать отсюда, блин. Я куда-то заехал, просто какую-то жопу. Вообще, блин, он вот так бы и бегал бы по аэропорту всю свою жизнь, этот наркоман оставшийся. Если бы я его не убил, интересно. Ну, как бы у нас времени не бесконечное число, мы же не можем всё это проверить. Вот, мы и приехали. Ну что, зайдёшь с Брюси потусуемся? Нет, мне нужно побыть одному. Спасибо за поддержку, брат. Да брось. Позвони мне, Ника. Скоро свадьба. Я вообще, знаете, как думал, когда я его задавил? Я думал, что, типа, вообще диалог не прервётся, игра не засчитает этот вариант. Этот вариант, но Ракстар предусмотрели, да, такой момент. Что, может быть, кто-то... Ой, Берни. Так, вызов. Ох, хорошо, Ника. Теперь ты должен выбросить всё это из головы. У тебя здесь новая жизнь. Забудь о том, что было. Мне иногда кажется, что прошлое – это вся моя жизнь. Пока, береги себя. Короче, он ему сказал, что он только что завалил Дарка Брэйвича. Да, я понял. Так, слышь, ты охеревший. Я из-за тебя этот диалог чуть не скипнул. Мудак. Офигеть, я ещё и с дробовика, представляете себе, какая падла. Пигарина звонит. Ника, есть дело, надо поговорить. Приезжай в клуб в Тюдоре. Хорошо, мистер Пигарина, до встречи. Это где, блин, в Тюдоре? Д. А, это совсем рядом, да? Ну, давай доедем так, без проблем. Ты это, извини, мужичок, но мне очень надо, да. Мне прям очень надо. Да я нуждаюсь сейчас просто в автомобилях. Каждую, каждые пять минут нуждаюсь в новом автомобиле. Такая вот у меня психологическая черта, понимаешь? Здорово, мужик. Как дела? Как тебе? Как тебе работает тут большой любовский? Последнее. Кое-что последнее. One last thing. Последняя просьба, да? Водку со льдом. Реально, клуб как в клане Сопрано похож. Нико! Рад тебя видеть. Взаимно. Как дела? А, полное дерьмо. У нас проблемы с законом, и все в таком духе. Ты вязаешь, как все обернулось. Ну, кое-что слышал. Стой только приблизиться к мечте, и что-то тянет тебя обратно. Нет. В общем, выгореть с советом. Или нет, с голода я не умру. Не хотят люди меня видеть рядом. Ну и не надо. Но я и так знаю, как заработать. Я хочу попросить об услуге. Ну, началось. Да пошел ты, я приглядывал за тобой. К тому же хорошо заплачу. Очень хорошо. Но мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Я хочу, чтобы ты забрал героин. Есть тут у меня один русский. Кажется, у него наклюнулся покупатель. Русский? Да. Дмитрий Раскалов. Нет, я уже как-то имел с ним дело. Я знаю, но это верняк. Ты мне нужен. Верняк? Что, блин, за верняк? Верняк, потому что в этом ты участвуешь? Потому что это мой последний шанс. Ну и удачи тебе. Нет, мне нужно, чтобы ты забрал Герыча, мне нужны деньги. Знаешь, я ведь сделал тебя под свое крыло. Кое-кто хотел прищить, а я сказал, нет. А теперь ты мне нужен. И я заплачу. Куча бабла. Послушай, мистер Пигарина, говорю тебе, у нас с ним вышла неприятная история. Нет, это ты послушай, чурка тупорылая. Я тебя не прошу, я приказываю. Сделай это. Переступи через свои принципы. Такие пацаны не затаивают обид. Сделай, иначе у нас с тобой будут проблемы. Слушай, Пил за тобой приглядит. Тебе даже не придется тереть с этими чертовыми русскими. Он ждет тебя в Тюдере. Ладно. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Эй, а пить что, не будешь? Ну, такие вот дела. Заставляют меня опять работать с этой поганой очкастой змеей, представляете себе? Так, тут сейчас где-то мне должен даться выбор, насколько я помню. Я должен выбрать, что мне делать. Так, звоню Роману. Угу. Ну-ка. Роман, у меня проблема. Это у тебя проблема, Ника? Я женюсь. Я собираюсь провести остаток жизни. С одной-единственной женщиной. Я серьезно, Роман. Меня снова просят поработать на Дмитрия Расколова. И кажется, светят большие бабки. А, я слышал, вы с ним помирились. Он на судне в Искуке, да? Че, ты знаешь, где он? На судне в Искуке? Ну да, я думал, ты его простил, думал, вы вместе работаете. Так что, возьмешься за это дело? Да не уверен, теперь я знаю, где он, и ему можно просто поехать и вышибить мозги. Помнишь, он сжег твою квартиру, разрушил твой бизнес, похитил тебя? Ну, квартирка у меня получше. А если ты с ним поработаешь, станет вообще супер. Обещай мне, брат, что не будешь принимать поспешных решений. Я подумаю, поговорим позже. Так, сейчас должен быть еще телефонный звонок, если я ничего не путаю. Или я не прав. Рон, смотрите, здание Рон. Какой-то Рон там сидит во главе здания, наверное, да? Кейт, вызов. Привет, Кейт. Мне нужно принять решение, и мне не с кем больше посоветоваться. Что случилось, Ника? В прошлом один человек меня предал, а сейчас меня просят с ним поработать. Я могу получить много денег, но тогда я нарушу клятву, которую дал себе. Тебе не стоит работать с ним, Ника. Тебе не нужны деньги. Что они изменят в твоей жизни? Ну, не знаю. Для нас с Романом многое станет проще. Ника, если ты променяешь то, во что ты веришь на деньги, я перестану тебя уважать. Прощай. Вы должны сделать выбор. Итак, смотрите. Выбор очень прост. Он заключается в том, либо я... Ой, как тихо. Сообщение. Ника, ты приехал сюда ради пентхаусов. Женщин, быстрых машин. Не отказывайся от этого ради какой-то мести. Дарка не помог тебе, помнишь? Давай договоримся, и мы вместе слетаем в Ай-Сити на частном самолете. Это, конечно же, пишет Роман. Паки. Черт, друг, все пытаюсь вспомнить, что там произошло. Ничего не понимаю. Ни бриллиантов, ни девушки. Черт, ну это было сильно. Ты просто герой. Так, понятно. В общем, смотрите. У нас есть такой вариант. Либо мы сейчас едем и убиваем Дмитрия Раскаловым, либо мы с ним работаем. Я считаю, что... Ну, как бы это приведет к двум разным концовкам. Они будут похожи друг на друга, но они будут немного отличаться. Мы их обе смотреть, я думаю, не будем. Это лишнее. Мы посмотрим одну, которую я считаю правильной. Правильной я ее считаю в том смысле, что она правильно... Ну, скажем так, истинная. Она истинная. Она более истинная, чем предыдущая, как мне кажется. А именно эта концовка... Это вот куда я еду сейчас. Я еду работать с Дмитрием Раскаловым, если вы не поняли. Так, Дмитрий. Ты продолжаешь меня расстраивать, Белик. Серьезно? Что я тебя еще не убил? Этим расстроен Раскалов, а? Не волнуйся, придет твой час. Я обшарил завод на Чардж-Айленд. Осмотрел там все трупы, но твоего не нашел. Очень расстроился. Извини. Хотя виноваты твои головорезы. Это они не смогли меня убить. Удивительно. Ты дважды обокрал моего друга, Рея Болгарина. Сначала в Европе, а теперь и в Либерти-Сити. Украл у него бриллианты. Ты задолжал ему, Нико? Может, просто рассчитаешься с ним и мирно разойдемся? Дмитрий, я ничего не должен, Болгарин. А тебе я должен только пулю в висок. И я с тобой расплачусь. Не сомневайся. У тебя острый язык, Нико, но я вырву его. Это только вопрос времени. Прощай. Три сообщения. Так. Нико, если ты это сделаешь, у нас с Мелори будет роскошный медовый месяц. Давай постарайся, я же твой троюродный... Двоюродный... Двоюродный брат, да? Что-то я засомневался. Где, кстати, это... Близко уже, да? Уже довольно близко. Ну что ж. Я почти приехал. Так, давай, убирай это говно. Я почти приехал. Пока что я, естественно, не буду объяснять, почему я считаю эту концовку истинной. Потому что мне тогда придется объяснить, в чем она заключается. Это я вам объясню в будущем. Сейчас я приехал на то, чтобы... Вместе работать. В общем, я принимаю предложение Пигарина и работаю с Дмитрием Расковым. Так. Цена верна. Так. Ну, давай посмотрим, насколько верна. Пигарина сказал, что хорошо заплатит. Ух! Понеслась. Жду прям. Жду с нетерпением. Так. Большой Фил. Как дела? Мы направляемся в порт Тюдор. Поехали. Поезжайте в порт. Ну вот, с Филом встретились. Давайте, наверное, вот эту вот точилу возьмем. Давай, Филушка, садись. Прикольная тачка, да? Наверное. Ну, выглядит быстрее, чем те. Дмитрий отдаст покупателю Герыч. Позвонит нам, когда товар будет у них, после чего покупатели передадут нам бабки. Проще парень и реп. Почему все, во что мы ввязываемся, поначалу такое простое, а заканчивается так, что черт ногу сломит? Ну, по крайней мере, не придется лично встречаться с этим паранерой Дмитрием. Да, я его видел, когда Джимми Пи с ним договаривался. В нем что-то отталкивающее, и я ему не доверяю. И я бы не стал с ним больше работать. Сколько бы он денег нам не приносил. Разумный шаг. Я с ним работал, а он меня подставил. Продал с потрохами человеку. Меня тогда чуть не убили, и я и подумать не мог, что когда-нибудь мне вновь придется с ним сотрудничать. Деньги толкают люди иностранные поступки, не правда ли? Блин. Что-то как-то вдохнул неудачно. Так хотелось кашлянуть всю дорогу. Не знаю, было это по моему голосу заметно или нет. Ну да ладно. Так, значит, смотрите. Сколько нам ехать? Давайте сразу это проверим. А, ну все. Все прям в шаговой доступности, я бы сказал. Окей, это хорошо. Так, реально не придется с ним встречаться тут? Я вот не помню. Парни, вы пришли за баблом? Это точно, где оно? Когда нам скажут, что с дурью все окей, мы отдадим бабло. Вы просто проезжайте и ждите, пока не подадим вам знак. Поезжайте в порт. Так, ну окей, поезжаем в порт. Тут будет сложно или нет? Наверное, будет. Это все-таки уже последняя миссия игры, но, если честно, я не помню. Вот реально не помню, насколько мне тут придется страдать, не страдать. Скорее всего, будет перестрелка, наверное. Вот реально не помню уже прям подробностей. Ну, сейчас поглядим. Сейчас поглядим. Так. Нико Беллик, как здорово снова с тобой поработать. Не могу сказать, что разделяю твой энтузиазм. Ты героин им передал? Хочу забрать деньги и отправиться домой. Знаешь, я тут подумал, а чего нам отдавать героин по такой цене? Не проще ли будет убить этих парней и оставить все себе? Кому проще? Ты какого хрена делаешь? Мы с Филом у них на территории. А если они все узнают? Ой, на твоем месте я бы пошел и забрал у них деньги. Они явно должны быть где-то там. И оба в накладе не останемся. Удачи, Ника. Вот же хитрый пидор, а. Чертов Дмитрий, будь он проклят. Он грохнул людей, которые должны были забрать товар. Черт, живыми они нас не отпустят. Ладно, придется устраивать бой, неустроим их за денег. Вот прямо сейчас на них и набросимся. За мной. Не, ну вы представляете себе, какая сволочь хитрая. Он одновременно решил и меня таким образом уничтожить. И своего добиться там. Забрать все бабло. Ну просто гандон. Я не могу. Так, давай. Да что ж ты это? Мышка опять эту тупит у меня. Вот, все, берем автомат. Берем автомат и вперед, и погнали. Фил, подожди, чувак, Фил. Фил, стой, стой, друг мой. Еще сейчас тебя убьют, я тут один останусь. Это вообще пипец будет полный. Так, удачно вообще поработали, да, типа? Так, деньги там. Войдем внутрь, а там пан или пропал. Ну пошли тогда. Ну пошли тогда. Давай за мной. Так, пацаны, пацаны, пацаны. Кто здесь? О, понятно. Так. Есть, от одного избавился вроде как. Тут надо это, приседать, короче. Ой, ой, ой. Ого. Ого. Тихо, тихо. Фил, Фил, Фил. Да не стой ты передо мной. Ты что, дурак, что ли? Эээ. Фил, Фил, Фил. Не веди себя как дебил, да? О, все, отлично. От этого избавились. Тихо, тихо, тихо. Я, наверное... Все, до свидания. Пацаны, пацаны, куда бежим? Куда бежим? Пацаны, кросс сдаем, да? Не-не-не-не, не надо, не надо. Так, тихо. Опа, стоп. Ты что встал, слышь? Давай ложись. Ложись, отдыхай, парень. Ложись, отдыхай, все будет хорошо. Так. Пробежали, пробежали, пробежали. Вот ты вот возбухаешь, да? Ну-ка на. Ну-ка на-ка на-ка, ну-ка. Так. Теперь ты. Ну это я сейчас рискую дико, конечно. Меня только так можно сейчас завалить. О. Повезло. Блин, ты тут как призрак ходишь, чувак. Прям за мной. Ты пугаешь меня. Ну-ка, сейчас, смотрите. Бегающих ослов надо поймать. Они, они что-то носятся там, я не понимаю. Как идиоты. Как будто пацаны просто ля-ля-ля-ля-ля бегают там, развлекаются, типа. А если эту снайперку достать? И снайперкой попадать. Нормально подстрелил, да? Четко. Хорошо я попадаю, да? Так. Ой, стой, 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 друг мой. Куда? Да куда ты? Вон. Жизнь. Так. Сейчас главное ее настичь. Есть. Взял. Взял. О, ну все, ребята. Ну теперь вам жопа. Теперь вам жопа, уважаемые бандюганы. Я от вас только так сейчас расхерачу. Только так вас расхерачу, пидорасы. Так, давай. О, нормально. Факин полок? Сам ты факин полок? Я не факин полок. Так, ой. Ой, 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 ой. Стоп, 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 стоп. Давай, давай сюда. Отлично. Так, там наверху еще, по-моему, кто-то. Да, кто-то наверху там еще извращается с автоматами. Тихо, стоп. Давай, пидь, сюда. Ой-ой-ой. Что такое? Кто? Как? Каким образом? Как это возможно? Откуда? Непонятно. Филушка. Филушка, Белушка. Куда нам дальше идти? Давай стреляй. Кто говорит? Кто разговаривает вообще? В кого стреляй? Мы же всех убили. Может, с этой стороны? А, наверное, с этой стороны надо идти, да? Ну, давайте, окей. Это кто? Блин, он весь израненный уже. Кобздец просто. Как он ходит до сих пор? Вот этого надо поймать, да? С сумкой. Окей. Догоните покупателя. Ну, ща догоните. Подожди, стоп. Покупателя догоните. Тут броня есть где-то? Ну, нету, вроде бы. Это сволочь уходит вместе с бабками. Я не для того во все это впрягался, чтобы его отпускать. Давай. Так, 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 стоп. Тут не так-то все просто. Тут его... Тут не только его догнать надо. Тут еще надо при этом же не сдохнуть, правильно? Они же стреляют, блин, во все везде. Так. Ну, короче, похеру. Давайте, выбегаем. Если мы собираем гнаться за этим типом, нам нужно... Ну, давай, вот, хорошо. Подождите, Фила. Не, да я-то рад подождать, Фила. Фил, ты сади свою жопу-то уже, наконец-то. Вот. Все, ща поедем за грузовиком, да? Так, слушайте, сейчас эту миссию проваливать нельзя, потому что потом по новой все это дело начинать. Мы едем по рельсам, значит, скорее всего... Аааа, блин! Блин, Фил, пожалуйста, да и... Да сядь ты в маш... О, дебила, ну как ты, увы, выхватил-то пулю в последний момент? Садись давай. Короче, еще раз пробуем. На этот раз я в тачку сел. Безопаснее будет, наверное. Ну, че, погнали. Догоните покупать. Ща догоним. Покупателя. Всех покупателей догоним. Так, тут на этот раз он ничего не разрушил, да? Вот этого говна. То есть, я могу просто спокойно себе ехать. Вот, вот так вот. Едем, едем. Блин, машина пипец какая неповоротливая. Давай мочи. Мочи как... Что это такое? Ой, блин. Так, ну ладно, ладно, ладно. Сейчас. У него грузовик же неповоротливый, правильно? Значит, догоним. Значит, должны догнать. В принципе, ничего сложного особо нет. Ну да, вот эти заскриптованные препятствия, конечно. Без них никуда. Абсолютно, совершенно. Всякие бочки он там разрушает. Блин, машина какое-то редкостное говно в управлении. Но это специально так, да? Это специально так, чтобы... Чтобы мы, в общем-то, пострадали под конец игры. Так, вот, вот, значит, вот, значит, это сволочь. Едет, едет, едет. Так, сейчас, сейчас, сейчас мы с тобой разберемся. Сейчас мы с тобой, грузовичок, разберемся как следует. Нам пришлось заварить столько людей за этих денег. Они принадлежат нам по праву. Это логичное, да. Это логич... Очень логичная логика, что-то возьмите. Смотрите, я же не могу взорвать этот автомобиль, потому что... Ты почти его догнал. Потому что если я взорву этот автомобиль, то тогда деньги тоже взорвутся, правильно? Мне надо именно убить водителя. А по-хорошему, мне вообще надо просто ехать за машиной. Никуда он не уйдет. Тем более с нашими деньгами. Ой, он бочки там какие-то разбросал. Я не для того этих людей перебил, чтобы сейчас мне помешали забрать деньги. Нам нужны эти деньги. Да и поняли, все уже все поняли. Я еду, я стараюсь, ребята. Чего могу, то делаю. Что вы все ноете и зубите. Будут вам деньги. Нужны деньги и будут деньги. Без проблем. Это ж я. Просто хочу забрать деньги и поехать домой. О, все, я его мочканул, по-моему, нет? Ну, мочканул же. Ну да, все. Заберите деньги. Все, хорошо. Так, отлично. Давай, его нужно вытащить, естественно, из тачки. Давай-ка, паренек, вылезай. Ага. Ну, а... А, а деньги-то где? Они там остались, что ли? Пу ты, блин. Он, он, он... А как это он их выронил-то из машины, я понятен. Есть! Спасибо тебе, господи. Это было очень непросто. Отвезите Фила в Тюдор. Ну, давайте отвезем. Так, слышь, Фил, садись в Тюдор. Хочешь в Тюдор? Давай. Подвезу в Тюдор. Фил отстает. Фил отстает, потому что Фил стоит, яйца чешет, блин. В Тюдор хочешь или нет? Гребаный Дмитрий, никогда меня еще в такое положение не ставят. Думаю, пообщаешься с ним подольше и привыкнешь к этому. Если бы их предупредили до того, как Дмитрий позвонил нам, мы бы оказались в полной жопе. Нам бы устроили показательную казнь. Дмитрий любит такое устраивать. Он подставил лучшего друга Михаила Фаустина. Так ты его убьешь? Нет, меня хватит. Я выхожу из игры. Если бы я хотел его убить, так бы и сделал. А не отправлялся бы на эту дурацкую сделку. Теперь у меня деньги, и я забуду обо всем этом дерьме, пожалуй. Ну тогда удачи. Надеюсь, у тебя все выйдет. Да. Попробуем, попробуем начать новую жизнь с этими деньгами. Попробуем, попытаемся, постараемся. Но вначале нужно тебя отвезти в Тюдор. Да. А Тюдор далеко? Ну Тюдор, наверное, недалеко, я так понимаю. Это все должно быть где-то... Да. Это все должно быть где-то здесь. Давайте сейчас припаркуемся. И... Ай-яй-яй-яй-яй, проехал мимо. Проехал. Ну, в общем-то, там, где я его и подобрал. Он тут где-то... По-видимому, он тут где-то живет. Давай. Спасибо, Ника. Лучшего партнера в такой ситуации придумать было нельзя. Я бы предпочел вообще в такие не попадать. Береги себя, я получаю удовольствие от бабла. Чао. Так что, бабло я все себе забрал, что ли? Или как? Реально я с этим мешком с деньгами на плече там, по-моему, остался. Или он забрал, фиг знает. Короче, давайте. Роман теперь нас любит. Роман нам ставит пальчик вверх за то, что мы поработали хорошим. Давай поговорим с Романом так. Ну что ж, брат, мы богаты. Ты договорился с Дмитрием? Работаете вместе? Отлично, Ника! Да, если бы он попытался меня кинуть, чуть не грохнул. Но все-таки же не грохнул. Ты выкрутился и забрал бабло. Мы отметим это на свадебной вечеринке. Молодец, Ника! Да, Роман, сегодня ваш с Мэлори день. Я рад за вас обоих. Ну что? Нет, это все прекрасно, конечно, а. Ладно, во-первых, давайте пока поедем в амуницию. Это обязательно нужно сделать, так или иначе. Так, квартира, 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 квартира. Оружие, пожалуйста. Не знаю, насколько близкое оружие я выбрал. По-моему, это первый остров. Да, это, по-моему, первый остров. Это в тот конец города приехал, если не ошибаюсь. А, нет, это здесь, это здесь. Это я путаю. Это прямо рядом. Так, ну что? Броню надо брать. Потому что без брони довольно сложно было даже вот эту миссию перепроходить, на самом деле. О, Пегарина, так. Мы снова в деле, Ника! Теперь с Пегарина будут считаться. Мои деньги у Фила, а героин у Дмитрия. Отлично. Надеюсь, вы довольны. Удачи. И прощайте. Ты парень не промах. Береги себя. Так, ну что? Я поберегу себя и перед этим возьму, накуплю. Вот так вот классно я решил завязать с криминальным миром, да? Пришел, накупил кучу всякого говна сейчас. Автомат. Кейт. Эй, ты что? Ты, Кейт, собираешься звонить или нет? Ладно, я что-то... Что-то я не понял вот этого момента. Это, наверное, потому что я врезался в этого дебила и звонок скипнулся, да? О, еще раз, Кейт. Давай. Так. Привет, Кейт. Я решил поработать с тем парнем. Я не знаю, правильно ли это, но я так решил. И он опять меня предал. Вот видишь, Ника. Нужно было довериться себе и не слушать его. Не могу поверить, неужели деньги так важны для тебя? Каждый пытается выжить, как умеет, Кейт. Ты придешь на свадьбу, Романа? Не думаю, Ника. Я не хочу тебя сейчас видеть. Так. Вот так вот. Вот так вот. Как же сложно с этими бабами, да, Ника? Вот подумаешь, ты захотел снова кого-нибудь убить ради денег, а она не хочет тебя видеть. Представляете, вот стерва. Ника, где ты? Я в церкви. У меня свадьба. Я не могу жениться без своего шафера. Спокойно, Роман, я уже еду. Спасибо, брат. Не забудь одеться прилично. Это главный день моей жизни, и я хочу, чтобы ты хорошо выглядел. Итак, смотрите, я переоделся вот в такой вот костюм, и после этого миссия у меня отобразилась. То есть я был плохо одет. Давайте приступим. Так, пришло время распустить павлиний хвост. Ты только посмотри на себя в этом костюме, Ника. Решил перещеголять жениха на свадьбе. Пойдем меня поженим. Тут у нас Берни, тут у нас малыш Джейкоб, Брюси, короче, вся тусовка, вся тусовка друзей собралась. Мистер и миссис Берни, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Да. О, Господи, я это сделал. Потрясающе. Потрясающе. Поздравляю, брат. Хорошо, да. Спасибо всем, что пришли, да. Хорошо. Чмоки, чмоки. Ника Белик? Да. Подарок от Дмитрия Раскова. Господи. Роман! Нет! Твою мать! Да, это уже смысла не... Йоу-йоу, Ника, Ника, успокойся, друг. Тихо, тихо. Тихо. Он велел мне бросить это. И я бросил. Ника, вставай, 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 чувак. Нужно увезти тебя отсюда. Скоро приедет полиция, не переживай, друг. Я найду Дмитрия. И позову тебя, уходи. Окей. Окей. Свадебка. Такая вот шикарная свадебка, да. Просто, просто охренительно. Возможно, вы обратили внимание на тот момент, что именно Роман просил нас пойти на эту сделку, и Роман же в итоге вот погиб на этой свадьбе. Да, мы уже в своем приличном... В приличном своем костюме. В своем стандартном, скажем так. Роман. Брат, мне так жаль. Сохранение данных. Так. Чтобы переодеть... Не, переодеваться мы не будем. Я считаю, что именно в этом костюме закончить игру, это правильно. С чего начали, тема закончена. Где, кстати, конкретно он находится? Ага. Как я и думал, это вот... Да, это вот здесь. Это на той квартире, на которой мы с тобой вместе жили тогда, Роман. Помнишь? Ну, Роман уже ничего, конечно, не помнит. Не знаю, почему я к нему так обратился. Но мы тогда приехали, я помню, еще ругались. Почему ты такой спокойный, Роман? Мы живем, черт знает где, сгорел твой таксопарк. Были времена. Были времена, да. О, пожалуйста, малыш Джейхоб, давай. Нико. Я нашел одного из ребят Джимми Пегорина в доме на корич-сквер. Походу, после этой героиновской сделки Дмитрий снюхался с Пегорина. Думаю, этот парень приведет меня прямо к ним. Подожди меня, я уже еду. Мы сделаем это ради Романа. Лады, удачи, Нико. Так, братишка, этот урод сейчас внутри. Я давно у него до хвости. Думаю, в следующий раз он останется у Пигарина и Двитрия. Мы проследим за ним и выясним, где они. Спекаешь? Спасибо, Джейкоб. Я знаю, что ты хорошо относился к Роману, но он был моим родственником. Ты не обязан этого делать. Роман Бубайн, дружком, понимаешь? Я делаю это ради него. Проклясть, это чё, Пигарина? Не упускай его из виду, чувак. Да, мать, за нами хвост. Лучше бы избавиться от этих засранцев, пока они вернулись к Пегу. Следуйте за людьми Пигарина, они приведут вас к боссу. Убивать, естественно, нельзя. Мы это понимаем. То есть я должен чисто ехать за ним. Именно ехать и... Так, ну, ехать надо аккуратно. Чего ты взял, что он вернется к Дмитрию с Пигарина? Зачем ему приводить нас к ним? Дмитрия и Пигарина, они типа рулили этой сделкой. У них есть была и дури, монеты, так? Так вот. Эти чудилы теперь решили, что они главнее всех донов. Таким чувакам падло устрематься, что чувак типа меня сядет им на хвост. К тому же они не в курсах, что на свадьбе их чувачок не доделал работу. Они думают, типа ты труп. Если Дмитрий и Пигарина почувствовали себя такими шишками, чё бы они обо мне пеклись? Чего они так и спереживались, что подослали на свадьбу киллер? Значит, батюшка, я думаю, они тебя стремаются. Дмитрий думает, что ты забыл о том, что произошло в доках. Ну, тогда в брокере. Он продал тебя с потрохами после того, как ты убил Фаустина. Я об этом не забыл. Но в интересах бизнеса я не дал воли и чувства. Но подослать ко мне киллера, убить Романа в день его свадьбы? Вот об этом я не забуду никогда. Точняк, братичка, точняк. Я тоже этого ему с рук не спущу. Хочу столкнуть этого гада с дороги и размажить его башку об асфальт. Мы на него не злимся, Ника. Это все люди, на которых они работают сейчас. Нам нужно добраться до них, тачимся за уродом, понял? Да, понял, верно. Просто я хочу, чтобы эти ублюдки на своей шкуре почувствовали, что я по их милости пережил. У меня тоже душа горит обломать рогатик с котом. Ни в какие ворота что они творили? Пошли в церковь мочками шейков в день свадьбы. Даже сведеть так нельзя. Дмитрий Пигарина тоже скоро это усвоит. Усвоит, когда буду смотреть в дуло моего пистолета. Йоу, Ника, ты держи себя в руках, пока не нашел этих парней. Твой разом затуманен, ты не можешь мыслить ясно. Хочешь дунуть? Да не нужна мне марихуана, Джейкоб. Я и так довольно трезво мыслю. Ладно, Ника, как сейчас, чувак. Я приехал в этот город, обуянный жаждой мести. Долгие годы я лелел внутри это чувство. Я позволил ему сожрать все то хорошее, что было во мне. Оно поглотило меня целиком. Я не могу допустить, чтобы это вновь случилось ни со мной, ни с Мэлори. Не с любым другим, кто любил романа. Мы должны найти Дмитрия Пигарина и положить этому конец. Ни хера себе, вот эта машинка у вас. Вы прям это, вы такие вот джипики просто сносите, прям только так. А если на вас поедет там... Ой, так, тихо, тихо. А если на вас автобус огромный поедет, он тоже там полетит в воду после восстокновения? Охереть, прокачанная машинка такая. Ты ее, наверное, к Зибиту в тачку на прокачку отвел? Чувак, мы уже близко. Мне тут братва сообщила, что Пигарина может быть дед на севере Олдерни. Что ж, это хорошие новости. Не знаю, долго ли я еще смогу так ездить. Я и найду, мы и найдем прищучим по-серьезному. Вот так мы поквитаемся за Романа. Роман привез меня в этот город, я стал его проклятием. Из-за меня его избили. Стреляли в него. Сожгли дотла его дом и офис. Похитили. Я должен был понимать, что разрушаю жизни близких мне людей. Я не думаю, что у тебя выбор был, Ника. Роман тебя любил. Несмотря ни на то, что он хотел быть рядом с тобой. До твоего приезда только и делал, что всем рассказывал своим братцам Ника. Если бы тот не появился, он бы сам приехал в Европу и силком затащил тебя на корабль. Таким уж был Роман. Всегда помни о нем, слышишь? Я его никогда не забуду. И этим гадам тоже не позволю забыть. Слушайте, как же долго-то вы едете, пидоры, а? И что же мне надо? А, окей. Окей. А мне казалось, что я вот это проходил на мотоцикле, как будто, нет? Ух, блин! Да, это оно, это оно. Это финальная миссия. Так, чувак, походу это здесь. Ну какой у нас план? Я должен сам с этим разобраться, Жейхо. Да тут дай дурь этих ублюдков, это чистое самоубийство. Роман был моим братом. Я никого больше не могу подтвергать риск. Если хочешь мне помочь, выясни, как бы нам отсюда поскорее убраться после того, как все эти мудаки полягут. Пока, Джейхо. Удача, Раста. Дмитрий находится в старом казино, найдите его. Ох, блин. Неудачно. Да что ж такое, а? Не попадаю прям. Так, ладно. Сейчас перенесемся немножко в сторону. Вот, другой разговор. Так, один готов. Мудаков. Но этого, конечно же, мало. Ого, ни хрена себе, пацаны. Вот это наглость. Вот это вас там подзаседало, мудаков. Сейчас, куда кто-то стреляет. Я херю просто. Вон тоже встал, придур. Ой! Попадают? Слушайте, с такого расстояния попадают. Давайте-ка. Опа! Сейчас, сейчас, сейчас вы, ребята, будете ловить от меня подачи. Сейчас вы все будете наслаждаться просто-напросто. Сейчас я вас забросаю как следует, мудаков. Я совсем забыл, что у меня и гранаты-то имеются тоже, между прочим. Тихо-тихо, парень. Молодец. Так. Не убивай меня, чувак! Кто это говорит? Кто попросил? Кто вежливо попросил? Ты что ли? Нет, тебя, тебя извини. Тебя придется. Если это был ты, то прости, но придется. Что тебе надо? О, вот сюда вот надо. Дайте. Я так понимаю. Так, подождите. Какое-то сообщение пришло. Это от МДжи. Да, от малыша Джейкоба. Все под контролем, красавчик. На небо посматривай, лады. А кто говорит? А! Не стреляй, я хороший парень. Это ты? Ты хороший парень. А, это вот ты разговариваешь? Ладно, не буду стрелять. Все, нормально, нормально. Извини. Я это, случайно... Я не хотел стрелять. Я же говорю, не буду стрелять. У меня просто палец соскользнул с курка. Ну, бывает так. Казино. Так. Окей, все, идемте в казино. Где-то там Дмитрий, да? Димончик. Димончик, Димочка, роднулька. Ты где? У нас тут 219 патронов. Да, 2... 2... 240... 59. 200... Ну, 250, короче. Не 259, а 250 примерно патронов. В принципе, этого должно хватить. Хватить? Дмитрий, в чем дело? Мы с тобой партнеры. Мы вернемся на вершину. Я усердно трудился не для того, чтобы разделять с тобой лавры победителя. Прощай. Ну, вот так вот. Дмитрий. Мы с тобой должны закончить с этим. Ты болганский кусок дерьма. Джимми, а я тебя предупреждал. Мне надо с ним работать. Понимаешь? Вот. Я же тебя дебила предупреждал. Сколько бы мне не пришлось убить твоих людей, все равно доберусь до тебя, Дмитрий. Ах ты, мудак. Сам ты кусок говна, слышишь? Очкастый, блин, гребаный. Так. Убить его, убить, убить, убить. Что-то там. Он там то по-русски, то по-английски говорит, да? То есть, хрен его разберешь. Так, вот там вот он где-то, да? А, здравствуй, друг мой. Догоните. Догоните, Дмитрий. Ой, подождите. Сейчас, по-моему, жесть. Так, 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 так. Сейчас надо будет пробел тыкать, да? Если я не ошибаюсь. Это опасный момент, кстати. Блин, черт возьми. А, не-не-не, проклятие. Все, я вспомнил. А вот теперь сядьте в катер. Так, хорошо, давай, садимся в катер. Сейчас такой экшен пойдет, ребята. И, возможно, что я миссию сейчас провалю, потому что... Я уже не помню, но... Блин, давай за... Так, догоните. Ой, как обидно-то. Ой, как... Нет, я думал, я ее не так провалю. Я... Я-то думал, я ее по-другому провалю. Блин, а ты посмотри... Ну, ладно. Оба-на! Так, ну чё, ладно, окей. Пусть он выпускает первое вот это говно, да? Я немножко подожду, уклонюсь. А вот теперь уже могу за ним, в принципе, и плыть. Да, я думаю, так разумней будет. Потому что сразу уклониться от этой ракеты невозможно. Догоните Дмитрия. Ну, а догнать его... Слышишь, а я не на тот катер сел. Это важно, что ли? Ты пожалеешь, что твой сраный киллер убил Романа, а не меня. Блин, да какая разница в какой катер сесть? Ты чё, дебил, что ли? Я не понимаю, твою мать. Опять правда... Блин, тот... Это... Они оба по воде, блин, плавают. Мудак. Тупой. Ну, чтоб ты... Опять всех мочить. Да я затрахался уже. Так, всё, догоните Дмитрия. Неужели, блин? Неужели мы начнём? Ну, всё, погнали. Поехали. Я плыву за Дмитрием спустя грёбанных 40 минут. Я тебя достану! Попомни мои слова, твою мать! Так, слушайте, ну тут... Тут я, кстати говоря, не уверен. Тут, по-моему, нужно в определённый момент с ним будет поравняться. Чёрт, это надо ещё суметь сделать. Однажды ты уже не сможешь бегать, Дмитрий. Вот сейчас мы посмотрим, да, так это будет или нет, на самом деле. Потому что я сомневаюсь. И чё? Так, вот он, значит, летит, летит. Когда-нибудь тебе всё равно придётся сесть, Дмитрий. Да он не слышит тебя, он далеко. Ты ни с кем разговариваешь вообще. Ника, ты чё, поехавший, что ли? У тебя от мести уже крыша совсем поехала, да? Он не слышит. Да и гнида, Дмитрий. Слушайте, он сейчас должен, кстати, в меня ракету, наверное, выпустить. По идее. Ну, вроде бы не выпускает. Я вроде просто вот еду, еду, всё. О, малыш Джейк. А-а-а! Блин! Ты шшшшш, скотина ты такая, а? Какая меткая подлюка, просто нет слов. В общем, я стараюсь ехать за ним и вилять жопой по-максимальному просто, чтобы он в меня не попал. Пока что он вроде даже не стреляет. Я недостаточно близко. Ника, нам нужно достать этого чудилу. Заходи под вертолёт и запрыгивай. О-о-о! Ну, сейчас, ты постой, ты по... Ты... Я стараюсь! Куда? Плывите под вертолёт. Ты куда? Малыш Джейкоб, ты куда? Малыш Джейкоб, ты куда? Куда ты, малыш? Малыш Джейкоб, куда ты улетел, еблан? О-о-о! Ха-ха-ха-ха! О, боже мой! Я сейчас умру тут, просто это невозможно! О, в этот раз проканала! Отлично! Нихрена себе! Так, пробел, 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 пробел! Чтобы забраться несколько раз, нажмите пробел! Давай, давай, давай! Есть! Есть! Отлично! Я должен поймать Дмитрия и навсегда положить этому конец. Ты разобрался с Пегариной, чувак. Дмитрий обрехчил мне задачу. Он садил Пегарина в нож, в спину, точно так же, как он поступал со всеми на моей памяти. Да уж, чувак так себе, себе верен, последовательно. Не упусти случай, это иметь-то любого, кто подставится. Ничего, теперь прекратит. Ничего, раз-то. Дмитрий скрыл. Так, я не понял, как управлять этой сранью-то? А, вот. Господи, ну чтоб тебя, а? О, гляньте, тут еще заставка, когда Дмитрий скрыл. Я провалил эту миссию уже всеми возможными способами. Какие только есть. Я найду Дмитрия Пегарина. Мы должны заставить их заплатить за роман. Да толку-то от этого? Сейчас по новой все все равно начинать, блин. О, боже мой! Ну что это такое, блин? Вот как? Вот на чем? Вот на чем ты там умудрился? Все идет против меня. Вот просто все. Вот не хочет эта игра, чтобы я ее прошел сегодня. Вот не хочет. Я не знаю. Это какой-то капсдец. Я уже провалил миссию, наверное, семь раз. Хорошо. Все, я снова оседлал эту срань. Дмитрий убил Пегарина, когда я приехал. Делиться он не любит. Знаешь, раз-то змея всегда остается змеей. Дмитрий может родную мать продать с потрохами в натуре. Не исключено, что он так и поступил. Нужно навести справки в России. Может, съездим туда отвезти тело? Похороним, так сказать, в родной земле. Вот еще. Похороны это слишком для такого мудака. В земле он лежать недостоин, дружок. Оставим его псам и воронам. Сначала поймаем, убьем. Потом уже решим, что делать с телом. Как тебе такой вариант, Джейкоб? Чувак, ты прав. Но... Ник, а как этой гниде удалось ускользнуть от тебя? Я думал, ты его достал. У него там была уйма народа. Там те и русские, и люди Пегарина все вместе. Пришлось завалить кучу людей, чтобы добраться до Дмитрия. Что, Ник, и там только месиво из трупов? А ты в натуре просто лев. Крутяк. Видит Джан, и многие прорвались бы через тех парней. Ты реально плохие, чувак. Без дураков вообще. Это ради моего брата и его жены. Я должен расхветаться... Вы уже говорили об этом, ребята. Заткнитесь нахер, и давайте уже поймайте этого придурка. Роман не заслуживал смерти. Не здесь, а не сегодня. Понимаю, чувак, понимаю. Я стопудово за него расплачусь. Так, слушайте, это мы проезжаем, получается, мимо этого самого, да? Мимо колеса обозрения. Короче, мы в начале игры в самом сейчас находимся. А наша цель-то где? Я-то как бы знаю, где наша цель. Только вот долго до нее лететь или нет? Ну ладно, пока что летим. Летим. Отличный выстрел, Джейкоб. О, смотрите, он его подбил. Отли, вот молодец, красавчик же. Ой, хоть бы пронесло. Это так и надо. Это так и надо, все по плану. Все по плану, все хорошо. Он и должен был в нас попасть, по-моему. Да, ну хотя, я сейчас чуть не обосрался, на самом деле. Потому что я уже плохо помню все, да? Так, вот, пожалуйста, два верта... Два дебила этой силы, летимся. Держись! Так, слушайте, и эти придурки выжили, и мы выжили. Охренеть. Вот это вы молодцы, в горячем вертолете у меня выжили. А этот что там сидит? Нужно его прикончить. Я должен пойти один, у нас с Дмитрием личные счеты. Догоните Дмитрия. А сколько у меня патронов-то? 44 на 30, да? Так, догоните. Вы... Вы люди Дмитрия? Да, это люди Дмитрия, прикиньте. Так, ладно. Хорошо. Давай-ка мы... Заныриваем сюда. Сколько их там? Их же должно быть не так уж много, в принципе, этих дебилов. Кто еще стреляет? Блин, малыш Джейкоб, ты в меня, что ли, стрелял? Я не понимаю. Или мне показал? Так. Оу. Стоп, 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 стоп. Вот парень. Да, вот этого козла надо убить по-любому, да. Тут сомнений нет. Ой, еще вот этого, да? Окей. Так, теперь вон там вот как-то причина стоит. А, это полицейский? Блин. Так, подождите. Ну да, полицейский. Слушайте. Ну вот здесь вот задание проваливать, ну никак нельзя, блин. Так, что... Что можно... Есть. Я не знаю, это обычный человек или это кто, но я на всякий случай решил его близко сильно не подпускать. Что у меня по оружию? Пистолет? Блин, у меня реально только пистолет, наверное, остался. Куда скрылся? Как, он мог скрыться, что ли? Блин, он мог скры... Ах, ты пидорас очкастый мог скрыться, вы понимаете? Опять провалил? Опять провалил? Теперь уже здесь. Теперь уже здесь. Боже. Как это выходит вообще? Он, оказывается, может тут скрыться. Я думал, у меня уже вагон времени, блин. Ну куда он скрылся? Ну я не понимаю, ну... Пацаны, 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 успокойтесь, пожалуйста. Давайте... Давайте прекратим это дерьмо, а? А, это полицейский. Господи, боже мой. Тут еще и полицейские на меня наезжают. Так, 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 подождите, меня сейчас убьют, так, если так дальше пойдет. Давайте-ка вот так вот, да, с пистолетик. А что бы и нет? Я крутой, я даже с пистолетика, как видите, могу. Блин, ну мне надо оружие какое-то нормальное, и у меня со здоровьем проблемы серьезные. Черт, а? Черт, не могу выбрать, блин. Не могу выбрать... Колесико мышки заедает это дебильное. Так, ну ладно, давайте вот, в общем. Здрасте, мадам. Спасибо. Спасибо, что пропустили. Так. Ты черт возьми, а? Давай, 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 пистолет. Э, здоров. Так. Подождите, тут есть где-то... О, чтобы купить содовую. Ну-ка, давай купим. Это нас немножко подлечит. Я... Да, вот, отлично, подлечила. Я думаю, что мы от этого сильно уж не опоздаем. Я ж правильно бегу? Наверх мне? Или куда? Я не помню просто. Нет, вроде бы... Вроде бы говорит вниз. Ну-ка, ладно, подождите. Я вот куда-то забежал. Сейчас мы попробуем здесь. Попробуем здесь как-то что-то. Так, так, так. Там люди злятся, сердятся на меня что-то очень сильно. Сейчас, я попытаюсь. Я недалеко от него. Он находится совсем рядом. Этот гандон, вот как мы можем видеть. Поэтому, в принципе, что я теряю? Ага, вот сюда вот я должен спрыгнуть, да? Так, хорошо, окей. Прыгаю. Всё, я с ним рядом. Я рядом с ним. Я прямо рядом с ним, с этим уродом. Ты болганский кусок, дерьма! Тихо-тихо. Вот он, вот он, да. Ой-ой-ой. Ой, опасно. Придёт время, и ты рохнешь. Сейчас, сейчас. Ещё два раза. Ещё два раза выстрелить буквально и всё. Есть! Есть победа! Отлично! Давай, блин, подыхай, скотина очкастая. Господи, как долго я этого добивался. Добро пожаловать в Америку. Говори по-английски. Как нелестно он на нас, а высказывает. Падла. Странный ты человек. Друга лучшего убил. Предал всех, кто когда-либо с тобой общался. Убил моего двоюродного брата. Похоже, ты слишком буквально воспринял правило «выживает наиболее приспособленный». Давай, Нико, уходи оттуда, пошли, дужи. Ну что там, пойдём. Роман никогда ничего никому не сделал. Я знаю. Я знаю. Пойдём, чувак. Всё кончено. Ты выиграл. Выиграл ли он? По большому-то счёту. Мне кажется, он во всём проиграл, если честно. Это довольно грустный финал, на самом деле, у этой игры. Даже несмотря на то, что да, мы осуществили свою месть, мы убили этого слезняка, очкастого и так далее. Но, тем не менее, да. Тем не менее, жизнь у него, у нашего главного героя Ника Белика, что называется, не самым лучшим образом, не самым лучшим образом проистекает сейчас. Вот, в общем-то, и всё. GTA 4 завершено. Игра эта окончена. Скажу, кстати говоря, как и обещал, почему я посчитал, что мне нужно именно ехать к Дмитрию, работать с ним, и почему эту концовку, которая это всё привело, я считаю правильной. Потому что Дмитрий Расколов должен быть финальным боссом этой игры. Это моё мнение. То есть, мне кажется так. Дело в том, что если бы я, сразу расскажу, если бы я согласился с ним работать, если бы я, то есть не согласился с ним работать, если бы я пошёл, убил его на корабле, да, была бы сцена перестрелки на корабле, а потом я бы его замочил там, и финальным боссом был бы Джимми Пигарина в итоге. Джимми Пигарина бы пришёл на свадьбу и расстрелял из автомата всю нашу тусовку, и погибла бы Кейт, погибла бы сестра Паки Макрири. Вот что было бы. Сестра Паки Макрири погибла бы, Паки бы потом позвонил бы и сказал мне, какой же ты мудила, чтоб больше к нам никогда не приближался, ты ублюдок, или типа того. То есть, с Паки мы бы потеряли отношения навсегда. Но могу сказать, что я эту концовку считаю менее истинной. Мне кажется, что концовка с гибелью Романа и финальным боссом Дмитрием Расковым в качестве финального босса, она как-то более правдива, что ли. То есть, понимаете, эта Кейт, она... Вот даже если вот оценивать какой-то драматический эффект от концовки, мы эту Кейт видели максимум там, не знаю, несколько раз. И когда убивают Романа, всё-таки это как-то сильнее сказывается, по твоим чувствам, игрока, который уже свыкся с этой игрой, свыкся с Романом. Романа мы с самого начала игры видели. И это первое. Ну а второе, как я уже говорил, Дмитрий с самого начала игры нам пакостит. Дмитрий с самого начала игры ставит палки в колёса. Он преследует нас всю игру вот своим дерьмом. А Джимми Пигарина появляется буквально в самом конце и сразу становится финальным боссом. Это как-то... как-то не канонично. Я даже не знаю, какое правильное слово подобрать, ребят. Но это как-то не то. Это вот... у меня вот не лежит душа к этой концовке. Мне она кажется странной. Джимми Пигарина финальный босс. Давай ещё финальным боссом сделаем, не знаю, какого-нибудь там Филабелла бы ещё финальным боссом сделать. Нет. Или этого Рея Бачино. Это глупо. Это глупо. Это не то. А вот Дмитрий, он под эту роль, он такой гадкий персонаж, мерзкий. Он под эту роль подходит максимально более идеально. Ну, в общем, вот так вот, ребят, всё. Игра окончена. Концовку, которую хотел, я получил. Так вот. Вот как звучит мечта. Это победа, ради которой мы так долго шли. Говорит Ника Белич. И что-то в этом роде говорит. Может, я не буквально перевёл. Но, как я уже сказал, я не считаю, что он победил. То есть он победил. Он, безусловно, победил. Всех этих мудаков он победил. Но, по большому счёту, он во всём проиграл, как мне кажется. Жизнь у него, действительно, ну, не сахар. Брата потерял. Девушка сказала, я не хочу тебя видеть. А так, кстати говоря, ещё отмечу один момент. Там такая ирония, что когда ты слушаешь романа и говоришь, идти на сделку, погибает роман. А если слушаешь Кейт и говоришь, не идти на сделку, то в итоге на свадьбе погибает Кейт. То есть они своими же советами сами себе, что называется, могилу роют. Вот так вот в этой игре. Ну, всё, ребята, закончилось. Да, ГТА-4. Эпизоды проходить в ближайшее время точно не буду. Ну, там, Gloss and Damned и Ballot of Gate Tony. Когда-нибудь, не знаю. Я вообще не обещаю, что их буду проходить на самом деле. Может быть, буду, может быть, не буду. В ближайшее время не буду точно, а там где-то через какое-то долгое-долгое, нескорое время посмотрим. Вот так вот я только могу сказать. Не больше, не меньше. Давай, Ник, поворачивайся последний раз уже на камеру для зрителей. Посмотри хоть на нас, на всех. Мы с тобой прощаемся. Спасибо тем, кто смотрел эту игру от начала до конца. Надеюсь, вам понравилось. Тем, кто не от начала до конца смотрел, в принципе, тоже спасибо. Всех вас благодарю за внимание. И мы прощаемся с Liberty City. Если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.